Новости робототехники номер 11. Привет! Каждый месяц я читаю десятки новостей робототехники, чтобы выбрать 5 самых интересных. Подписывайся, чтобы следить за развитием технологий. Главное в выпуске. Автомобиль Hyundai не только автономен, но теперь умеет перешагивать через препятствия. Британское правительство финансирует разработку ROI-робота для ремонта инфраструктуры. Немецкая клиника наняла робота-уборщика с чувством юмора. В прошлом выпуске было много новостей о софте, а этот полностью посвящен железу. Hyundai Tiger умеет шагать. Компания Hyundai представила шагающий робоавтомобиль. На данном этапе Tiger полностью автономен и не имеет кресел для водителей и пассажиров. По задумке разработчиков, такие машины понадобятся для доступа к удаленным локациям в исследовательских миссиях, спасательных операций, доставки еды и медикаментов во время стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций. Со сложенными ногами Tiger движется как полноприводный автомобиль, но когда машина застревает или если ей нужно проехать по непроходимой местности, в действие вступают ноги. Hyundai считает, что эта технология также подходит для использования на других планетах. Помимо движения по поверхности, робот может карабкаться по стенам и преодолевать пропасти, расставляя ноги. Сегодня Tiger всего лишь концептуальный автомобиль, но разработчик считает, что машины этого класса быстро наберут популярность в ближайшие годы. Роботы-ремонтники разрабатываются в Англии Под британскими дорогами, зданиями и парками скрыто от глаз около миллиона километров труб. Для обслуживания ремонта этих труб требуется около полутора миллионов земляных работ в год, что приводит к полному или частичному закрытию дорог. Эти работы шумные и грязные, доставляют массу неудобств. Они также стоят около пяти с половиной миллиардов фунтов стерлингов в год. PipeBots – это крупный проект, финансируемый правительством Великобритании по разработке роботов, которые помогут поддерживать систему. Эти роботы бывают разных размеров в зависимости от труб, в которых они находятся. Например, самые маленькие должны поместиться в куб со стороной два с половиной сантиметра, а самые большие будут иметь длину до 50 сантиметров. В дальнейшем эти роботы смогут ремонтировать дороги, проверять водопроводные канализационные трубы, обслуживать фонарные столбы, обследовать мосты и заботиться о другой важной инфраструктуре. Они смогут попасть в трудные или опасные для человека места, например, канализационные трубы, наполненные ядовитыми газами. Завершить создание первых отрядов ремонтников и продемонстрировать работу проекта в реале планируется к 2024 году. Робот-уборщик с чувством юмора Робот-уборщик Франции следит за чистотой полов в Мюнхенской больнице. Во время пандемии он взял на себя новую роль – подбадривать пациентов и персонал. «Не могли бы вы отойти с дороги? Мне нужно убрать», говорит робот по-немецки, когда люди блокируют его заранее запрограммированный маршрут уборки. Робот создан в Сингапуре и до приезда в Мюнхен говорил на английском. Сейчас его немецкий идеален. По запросу он даже может петь классические немецкие песни и читать рэп. Посетители не допускаются в клинику во время пандемии, поэтому Франция заодно развлекает пациентов. Walmart заполняет склады роботами Осенью сообщалось, что сеть магазинов Walmart увольняет роботов, занимающихся подсчетом остатков на полках магазинов. Среди других причин компания сообщила, что машины пугают покупателей. Теперь же Walmart анонсировал постройку складов, где будут работать сотни роботов, собирая заказы для покупателей. Первые склады уже возводятся в Техасе, Юте и Арканзасе. Компания отдельно предупредила, что роботы не станут бродить по торговым залам среди покупателей. Их присутствие ограничится расположенными отдельно складами. В некоторых местах будут размещены окна, чтобы посетители могли наблюдать за работой машин. Человеческие сотрудники все еще понадобятся для комплектации заказов продуктами питания и тяжелыми товарами типа телевизоров, которые слишком велики для роботов. На пути к полноценным репликаторам От репликаторов из звездного пути до машин и желаний фантастические литературы и кино демонстрируют агрегаты, способные мгновенно выдать любой предмет. В то время как трехмерные принтеры позволяют изготавливать простые объекты, до сих пор отсутствовала возможность создавать более сложные устройства, которые готовы к использованию прямо из принтера. Концепция проекта Laser Factory заключается в том, чтобы максимально автоматизировать процессы производства и сборки в одном устройстве. Исследователи из лаборатории Массачусетского технологического института создали прототип машины, который умеет сразу многое – вырезать детали, выполнять 3D-печать токопроводящих дорожек, устанавливать датчики, электронные и механические компоненты, а также проводить лазерную пайку. Система способна самостоятельно производить квадрокоптеры, робототехнику и различные гаджеты небольшими партиями. Второй частью проекта является упрощенный софт, с помощью которого люди без квалификации смогут создавать концепты роботов и других сложных механизмов и сразу распечатывать на лазер-фекторе. Ученые продемонстрировали, как собранный устройством дрон сразу взлетел. Разработчики хотят, чтобы в будущем каждый человек мог собрать собственного робота, не имея инженерного образования. Это были основные новости робототехники за февраль 2021. Самое важное о роботах, новости и обзоры размещены на сайте anthony.work. Задавайте вопросы в комментариях и предлагайте темы обзоров робототехники. Если вы посмотрите предыдущие выпуски новостей робототехники, то за час узнаете о самых главных событиях года.